МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В информационной студии телеканала Север Любовь Пермякова. В эфире новости дня. Меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса, обсудили в режиме ВКС-совещания. Депутаты городского совета всерьез озабочены уборкой территории города от снега и направили в адрес главы Наринмара соответствующее обращение. Защита здоровья ненецких оленеводов в центре внимания волонтерского движения «Мы вместе». Об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. За сутки в России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавируса. Таким образом, число заболевших вплотную приблизилось к 12 тысячам человек. Следим также за ситуацией в соседней Коми-Республике, где за последние сутки заболело еще 58 человек. Таким образом, общее число заболевших в Коми превысило 200 человек. Случаев заболеваний в Ненецком округе новой коронавирусной инфекцией не выявлено. Под наблюдением медиков в режиме самоизоляции остаются 7 жителей Наринмара. В настоящее время в Ненецком округе закрыты многие предприятия малого и среднего бизнеса. Не работают фитнес-клубы, салоны красоты и ряд других субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги, в том числе в сфере дополнительного образования. Точки общепита работают только в режиме на вынос и осуществляют доставку. Предприниматели терпят убытки. О том, как им помочь и стоит ли продолжать ограничительные мероприятия в сфере услуг в режиме повышенной готовности в регионе, шла речь на встрече в Рио губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного с депутатами регионального парламента. Мы балансируем. С одной стороны, мы не должны допустить эту заразу в округ и принимаем все ограничительные меры, не такие жесткие, как в других субъектах, сразу скажу. С другой стороны, мы понимаем, что прежде всего страдает малый и средний бизнес. И здесь надо понимать, что мы не сможем открыть сейчас бассейны, может быть, фитнес-залы, все не сможем, потому что тем самым можем привнести туда, занести этот вирус. Но с другой стороны, вот давайте посмотрим, мы не закрывали торговые центры. Через торговые центры проходят сейчас сотни людей, но при этом закрыли парикмахерские и маникюрные салоны. При определенных правилах Роспотребнадзора, как то, электронная запись или запись по телефону, чтобы не скапливалась очередь, обработка инструмента, маска, может быть, имело бы смысл их открыть, потому что этим людям никто ничего не компенсирует, они не бюджетники, им как-то надо выживать. Некоторые из них закредитованы вот так, под завязку. Кто-то на арендных площадях, многие из них на арендных площадях, и аренду им никто не прощает. То есть им как-то надо выживать в этих условиях. И здесь, может быть, на этой неделе, там, завтра или в понедельник, мы все-таки какое-то ослабление, послабление в отношении вот этого малого бизнеса примем. На видеоконференц-совещании в Рио губернатора с руководителем Департамента финансов Татьяной Лагвиненко и бизнес-омбудсменом Германом Сопочкиным речь шла о мерах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Расширение льгот для бизнеса связано с издержками, которые несут предприниматели на фоне ситуации с пандемией коронавируса. В частности, увеличивается до 300 тысяч рублей максимальный объем субсидий на аренду помещений социальным предпринимателям. Субъектам предпринимательства, арендующим госимущество, отсрочки или рассрочки по арендным платежам предоставляется до конца 2021 года. Предпринимателям, которые арендуют муниципальное имущество, арендная плата будет также снижена. Фонд поддержки предпринимательства снизил процентную ставку до 3% на 2020 год по действующим микрозаймам. Такая ставка будет предусмотрена и на все новые микрозаймы. Более того, в ходе ВКС-совещания было принято решение, чтобы сохранить количество работников на предприятиях малого и среднего бизнеса через имеющиеся в округе меру поддержки для лиц, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им будет оказана финансовая помощь в размере прожиточного минимума. Она коснется 250 человек. На эти цели потребуется в месяц 5 миллионов рублей из средств окружного бюджета. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Режим повышенной готовности по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Ниньского округа продлен по 19 апреля. Однако в постановлении в Рио губернатора есть и некоторые послабления. Необходимо отметить, что губернаторам принято решение по началу работы определенных организаций. В этот перечень входят салоны красоты, парикмахерские, солярии, сауны и бани. Но при условии, что будут соблюдены повышенные меры предосторожности и дезинфекции. Их алгоритм разработан Управлением Роспотребнадзора по Ниньцкому округу. Услуги оказывают по предварительной дистанционной записи. Численность посетителей, которые могут находиться в помещении, не может превышать двух человек, включая сотрудник. После оказания услуг клиенту 20-минутный перерыв и дезинфекция помещения. Также с субботы начинают работать физкультурно-спортивные и туристические организации. Тренажерные залы, фитнес-клубы, центры активного отдыха и также при соблюдении строгих правил безопасности. Категорически запрещено обслуживать лиц старше 65 лет, поскольку пожилые люди находятся сегодня в группе риска. Но еще необходимо указать, что установленные требования нахождения посетителя на не большее... То есть расчетная норма один посетитель не менее 10 квадратных метров. То есть если площадь зала составляет 100 квадратных метров, то одновременно может находиться не больше 10 человек. Такая же норма 10 квадратных метров на одного человека установлена для бань. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, Телеканал Север. Главы муниципалитетов рассказали о ситуации с профилактикой в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории поселений. Сегодня в администрации округа прошло заседание в режиме аудио-видеоконференц-связи. Подробнее о том, что беспокоят жители села в материале Ольги Русол. Главы муниципалитетов в режиме ВКС отчитались о профилактике в борьбе с коронавирусом и рассказали о проблемах, с которыми столкнулись. Пожалуй, самый частый вопрос, который беспокоит селян – визиты туристов. А с началом сезона охоты их ожидается больше, что небезопасно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Вопрос о выдаче разрешений только для местных жителей, потому что поток у нас от этих мигрирующих охотников увеличится еще в разы. Апартамент природных ресурсов разрабатывает проект, или не разрабатывает проект, а дает предложение исполняющему обязанности губернатора по поводу открытия охоты. Но вопрос юридически достаточно будет непростой, в плане того, что в зависимости от места регистрации людей у нас гарантии права не могут быть установлены. На территории Российской Федерации это достаточно большая проблема. Сейчас юристы смотрят, как это вообще возможно или нет. Еще один вопрос, который задают практически во всех муниципалитетах региона – когда можно открывать бани для посещения. По словам руководителя Департамента внутренней политики, этот момент должен быть согласован с Роспотребнадзором. Расписана очередность посещения помывочных и их дезинфекция. Глава муниципального образования Тиманский сельский совет обеспокоен слухами, которые жители региона распускают вокруг ситуации с коронавирусом в поселке Индиго. Вадим Глухов, чтобы пресечь сплетников, обратился в прокуратуру. Надо с этим разбираться конкретно, потому что то, что они там пишут и выдумывают, не соответствует действительности и вносят в наши ряды сплоченные, скажем так, скандальную некоторую ситуацию. Но большую обеспокоенность в муниципалитетах вызывают заезжие торговцы из Республики Коми, особенно в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в этом регионе. Сегодня к нам заехал вездеход, о котором говорил Вадим Евгеньевич вчера на ВКС прокуратурой. С продуктами питания можем ли мы к ним какие-то запретительные меры применить? Или они могут торговать? Они предоставили нам и пропуск от пограничников, и все лицензии, все сертификаты на продукты питания. Просит разрешить им один день торговать. У вас же есть полномочия, которыми вы наделены по месту расположения торговых объектов, торговых точек, стационарных, нестационарных и так далее. Если к вам кто-то приезжает с выносной торговли, с лоткает или там с оборудованного автомобиля, вы же им согласовываете начало торговли, срок торговли. Вы даете разрешение вы? Руководитель департамента внутренней политики Павел Рахмелевич рекомендовал главам поселения в этом случае обращаться к сотрудникам полиции. Кроме того, он рассказал, что волонтерами и Красным Крестом, нуждающимся жителям села, будет оказана адресная помощь. Сейчас сформируются продуктовые наборы, определяется перечень тех, кому они будут адресованы. В депутатском объединении «Единой России» в Совете городского округа поступает множество обращений по поводу некачественной и несвоевременной уборки города. Жители региона обеспокоены предстоящим паводком. Тему продолжит Наталья Дуркина. Для того, чтобы город не утонул в лужах, члены депутатского объединения «Единой России» в Горсовете обратились к главе города Олегу Белаку с просьбой предоставить информацию о вывозе снега с улиц города. Мы переживаем за то, что город у нас утонет в лужах, как это бывает. И поэтому нам бы хотелось понимать, каким образом сейчас работает система по очистке дворовых территорий, улиц и система по ликвидации скоплений снеговых гор. С этим мы обратились к мэру города Наринмара Олегу Ануфовичу Белаку, чтобы ситуацию держать под контролем и контролировать скопление снега, вывоз снега и очистку дворовых территорий и улиц города от снега. Жители региона неоднократно обращались за помощью к депутатам. Люди искренне не понимали, по какой системе идут работы по вывозу снега. Именно поэтому было принято решение направить обращение в адрес главы города. Обращение жителей города вызывает у нас беспокойство. Для минимизации этих процессов мы в рамках нашего бюджетного процесса в прошлом году обращали внимание на то, что нам необходимы средства, была возможность выделить средства. И депутатский корпус обращал на это внимание. И от руководителей предприятия не поступало дополнительных заявок для того, чтобы профинансировать дополнительные мероприятия по снегоуборке. Также мы корректировки вносили в феврале месяце по бюджету. И эта тема также не возникала. Впрочем, выход из ситуации депутаты видят в организации системной работы. Денис Гусев уверен, если будет понимание проблемных точек города и как выходить из сложившейся ситуации, то получится избежать больших проблем в городских кварталах. Мы говорили о положительных моментах по уборке в этом году улиц, проездов. Но сейчас нужно выстраивать систему, где включать не только муниципальные учреждения и предприятия. Мы говорим, что на территории города находятся и учреждения различной формы собственности. У нас есть управляющая компания, которая осуществляет эксплуатацию и эксплуатацию жилищного фонда, прилегающей домовой территории. Необходимо выработать систему, где мы четко должны понимать зону ответственности каждого собственника. Эту систему должны взять на себя и в оперативном управлении, и в системной работе администрация города и лично глава города. Добавлю, письменный ответ с предложениями от администрации и вариантов решения проблемы депутаты ждут не позднее 13 апреля. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север. На защиту здоровья ненецких оленеводов стали региональные волонтеры. В округе действует штаб «Мы вместе». В его работе объединились неравнодушные люди, которые готовы оказать поддержку тем, кому в это нелегкое время необходима помощь. Продукты питания, топливо и средства первой необходимости волонтеры доставили накануне в оленеводческое стойбище СПК «Харп». Необходимо важный набор жизненно важных в тундре продуктов и вещей волонтеры доставили в оленеводческие стойбище СПК «Харп». Стойбище находится в 50 километрах от города. По словам председателя постоянной комиссии собрания депутатов по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвея Чупрова, это было сделано, чтобы обезопасить жителей тундры от лишних контактов с внешним миром. Сделали это максимально дистанционно, по всем правилам. Приглашали ребят нас попить чаю. Мы, конечно же, не пошли для того, чтобы не подвергать их опасности. Посылки волонтеры передали дистанционным способом, оставили на безопасном расстоянии. Для того, чтобы исключить возможные контакты оленеводов с окружающим миром. Для того, чтобы их, в первую очередь, обезопасить от этой заразы, чтобы как можно меньше они контактировали с кем-то. Волонтерский штаб «Мы вместе» объединил различные волонтерские организации в борьбе с коронавирусом. Движение действует по всей России, в том числе и на территории Ненецкого округа. Для того, чтобы минимизировать контакты оленеводов, решили добровольцы, волонтеры-медики совместно с членами регионального штаба ОНФ посетить оленеводческое стойбище и отвезли им продуктовую помощь. Между тем, работа волонтеров с оленеводами на этом не прекратится. Они также будут курировать стойбище, которые будут подходить городу и подавать заявки на оказание услуг. А в связи с этим волонтеры просят жителей региона ограничить посещение оленеводов в этот период. Кто планировал контактировать с оленеводами, в гости к ним ехать, тем более сейчас погода для этого позволяет и есть для этого время. Некоторые находятся на длинных выходных для того, чтобы они эти поездки исключили, для того, чтобы у оленевода было как можно меньше контакта. Потому что люди проживают в одном чуме, где-то есть и пожилые, и оказать потом квалифицированную медицинскую помощь, если, не дай бог, коронавирус окажется на стойбище, будет очень и очень трудно. Сейчас волонтерское движение в Ненецком округе насчитывает 23 добровольца. Они оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Всем гражданам, которые пожелают заявить о помощи, чтобы знали, как отличить волонтера от мошенников, так как были уже случаи у нас в России, мошенничества. Поэтому волонтер, доброволец, оказывающий помощь, никогда не проходит в квартиру или дом. Он всегда при себе имеет бейдж-пропуск, а также паспорт гражданина Российской Федерации, имеет средства индивидуальной защиты, маску, перчатки одноразовые. Обратиться за помощью в волонтерский штаб может каждый житель региона по телефону горячей линии, номер которого вы видите на своих экранах. В Ненецком округе с 26 марта начал свою работу волонтерский центр регионального отделения «Единая Россия» по оказанию помощи самоизолированным гражданам. На сегодняшний день в колл-центр поступило 128 обращений. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Волонтерский центр работает 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Помогают выгуливать собак, ходить за продуктами и медикаментами, выносят мусор. Волонтеры следуют четким инструкциям по безопасности и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Более 30 раз доставлены лекарства по бесплатным рецептам пенсионерам. На данный момент у нас 68 волонтеров, из них часть партийная, часть беспартийная. Просто люди, которые позвонили сами на телефон колл-центра и предложили свою помощь. Также в ежедневном режиме у нас работает автомобиль, который предоставила мэрия Олег Ануфрич, наш коллега по партии. В течение одного часа в день они собирают лекарства, ездят по аптекам и доставляют людям. Также в режиме готовности два автомобиля, которые нам предоставят по необходимости СМТО, ну и собрание депутатов тоже по необходимости готовы предоставить свой автомобиль. Помимо оказания непосредственной помощи, на телефон колл-центра поступают различные обращения. Некоторые граждане просят рассказать о ситуации по коронавирусу в округе. Другие консультируются по вопросам помощи малому и среднему предпринимательству. Каждое обращение не остается без должного внимания. По волонтерству федеральный центр около 4 миллионов у нас выделил на Нинецкий автономный округ, на те организации, именно добровольческие, которые поддерживают нас, жители округа. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, что вас волнует, что беспокоит, чтобы я на федеральном уровне донес до высшего руководства с тем, чтобы мы максимально оперативно могли порешать. Но еще раз повторюсь, слова признательности и благодарности всем ребятам, которые сегодня встали и помогают тем, кому сегодня очень нужна эта помощь. В завершении встречи Сергей Коткин поблагодарил волонтерский центр за работу и передал партию антисептиков. Добавлю, за помощью к волонтерам можно обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. Такова информационная повестка дня. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.